В Казахстане разгорелся скандал, в который оказалась втянута партия Нур-Отан. Около 200 человек вложили деньги в некий корпоративный фонд. Организация обещала содействие в покупке жилья. Сумма сделок составила 1 миллиард 700 миллионов тенге. Но сотрудники фонда перестали выходить на связь со своими вкладчиками. Схема, по которой работали, очень напоминает пирамиду. Люди утверждают, что доверились фонду, так как встречи проходили в филиале партии Нур-Отан. Как такое возможно, выясняла Орда Камал. Вдова Гульмира Карибаева с пятью детьми осталась на улице. Свою трехкомнатную квартиру она продала за 22 миллиона тенге и вложила деньги в фонд от Пасамин Жастардахолдахора, который работает совместно с ТУО Investment Consulting Agency. Там ей обещали выдать льготный займ на покупку нового жилья. Я поверила, потому что заседания проходили в здании Нур-Отан. Теперь я с пятью детьми не знаю, куда идти. С них ни копейки не получила. На звонки не отвечают. Гульмира не единственная, кто не может вернуть свои деньги. Вкладчики компаний по всей стране. Люди рассказывают, что корпоративный фонд обещает выдать клиентам половину от стоимости жилья сроком до 10 лет по ставке 3,7% годовых. После подписания договоров клиенту нужно внести на счет ТУО, имеющейся у него 50% стоимости, и комиссию в размере 6% от суммы. В течение месяца фонд должен составить договор купли-продажи и перечислить общую сумму квартиры продавцу. Затем клиент ежемесячно погашает задолженность перед фондом и ТУО. Они проводят свои презентации именно на базе партии проводили. Моей матери 73 года. И каждый день руководство этого фонда, Гульбану Сапи, она отправляет аудиосообщение с оскорблениями. Вкладчики уверяют, что лицензии у корпоративного фонда нет. В партии Нуротан отрицает свое участие. Говорят, что просто сдавали в аренду зал. Фонд оплатил 5000 с деньгей за час. А какие там проводят презентации, партийцы не знают. Оснований для отказа у нас не было. Оплату они произвели. Зал приняли по акту приема и передачи. И сдали через два часа после того, как провели свое мероприятие. При этом мероприятие было сразу оговорено, что это будет семинар. В самом фонде ответили, что трудности возникли из-за пандемии. Добавили, что руководство сейчас в Украине привлекает акционеров, которые якобы скоро вложатся в их социальный проект. С долгами, со всеми уже рассчитаемся в будущем. В конце уже, на сентябрь уже будет сделка. Со всеми, кто хочет вернуть деньги, все вернем. Кто хочет сделка, будет сделка будет у нас. Компания обещала показать документы, но так и не сделала это. Между тем, в полиции столицы получили коллективное заявление жителей и расследуют дело по статье «Мошенничество». Данный фонд получал денежные средства от потерпевших для выгодного инвестирования, приобретения жилья по выгодным ценам. В последующем свои обязательства перестал исполнять. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса, то есть мошенничество, совершенное в крупном размере, в отношении двух и более лиц. Пока идет расследование, вкладчики остались без крыши над головой. Квартиры, которые они планировали купить, уже проданы другим. Сумму задатка им не вернули.